Всем привет, я Кристина Терещенко с ежедневной сводкой новостей Донбасса о войне в Украине. Мы говорим о ситуации по обе стороны линии фронта. Российские войска продолжают наступать на Бахмут, город под массированным огнем ежедневно. Это направление сейчас самое горячее на фронте, не утихают обстрелы по всей территории Донецкой области. В принципе, за эти сутки мишенями оккупантов стали 14 населенных пунктов. Больше всего снарядов было выпущено по Курахово и Авдеевке. Также российские войска атаковали освобожденный Ямполь. В одном только Торецке уничтожено как минимум 12 домов. Там снаряды попали в частный сектор. Известно об одном погибшем и двух раненых. Российский президент Путин создает все условия для затяжной войны в Украине. В этом убеждены аналитики Института изучения войны. Эксперты отмечают, что во время встречи с Советом по развитию гражданского общества и прав человека хозяин Кремля заявил, что так называемая спецоперация в Украине может быть длительным процессом и захват новых территорий – важный результат для России. На этой встрече Путин сравнил себя с российским царем Петром Первым и отметил, что Россия сейчас контролирует Азовское море, за которое боролся царь. Эта ссылка на российскую имперскую историю явно определяет нынешние цели Путина в Украине, как откровенно империалистические и все еще максималистские. Путин настраивает российскую внутреннюю аудиторию на затяжную, изнурительную войну в Украине, цель которой – завоевание новых украинских территорий. Комментируя слова Путина, его пресс-секретарь Дмитрий Песков дал понять, что Кремль собирается отвоевывать освобожденные ВСУ регионы Украины. Москва считает украинские земли якобы оккупированными Киевом. Песков также заявил, что Россия может закончить войну хоть завтра, но для этого нужно желание президента Украины Владимира Зеленского. А вот атаку на украинскую энергетику Путин объяснил просто – это месть. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по мосту, по Крымскому? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город – это акт геноцида. Никто, нигде словом об этом не обманывался. Вообще молчок полный. Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ. Шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи. Задачами, видимо, хозяин Кремля называет нападение на соседнее государство и захват чужой территории. В Донецке к проблемам с водой добавились новые перебои с мобильной связью и интернетом. В нескольких районах, включая центр города, пропал свет. Под обстрелом Куйбышевский и Киевские районы. Известно о двух погибших жителях Горловки. Захваченные города Донецкой области оказались абсолютно неготовыми к зиме. Отопления нет. На домах появляются вот такие надписи с криком о помощи. Дороги больше напоминают каток. Техника не справляется с расчисткой. Множество аварий во всех городах. В Мариуполе из-за погоды не может проехать даже российская техника. Движение не только общественного, но и военного транспорта полностью парализовано. Топливозаправщики пытаются прорваться в направлении Запорожья. Все дороги и тротуары покрыты льдом. Вне подконтрольной Есиноватой 20 вооруженных бойцов дезертировали из российской армии. Все они завербованные заключенные. Им удалось сбежать при перевозке одного из подразделений на боевые позиции. В украинском генштабе сообщают, что трое беглецов ликвидированы. Остальных оккупанты еще разыскивают. Красный Крест тем временем получил доступ к украинским военнопленным. Проверили условия содержания и лечения. Доставили средства личной гигиены, одеяло, теплую одежду и книги. Комитет также связался с семьями пленных бойцов, чтобы передать новости от их близких. Ранее оккупанты препятствовали доступу международных наблюдателей к местам содержания пленных украинцев. Что именно заставило российскую сторону начать сотрудничать, пока не указывалось. Украинские войска продвигаются на Луганщине. ВСУ идут вперед в направлении Сватова-Кременная. Но россияне подтянули туда большое количество техники и личного состава. По словам главы области Сергея Гайдая, на этот участок фронта перекинули мобилизованных, бывших заключенных, кадыровцев и регулярные войска, которые вывели из херсонского направления. В районе Сватова оккупанты построили оборону на участке 60 километров. Это непрерывная система траншей между захваченными городами и государственной границей Украины с Россией. Информацию подтверждает британская разведка. Рубеж развернула 1-я гвардейская танковая армия, которая считалась в России элитной. Она же понесла большие потери в начале полномасштабного вторжения и в сентябре в Харьковской области. Для луганского направления эта зима будет ключевой. По мнению Гайдая, в конце зимы ВСУ смогут как минимум вернуть территории, захваченные до 24 февраля. Россияне тем временем возводят укрепления в Старобельске и несут большие потери. Чтобы освободить места для раненых боевиков, гражданских больных принудительно отправляют лечиться дома. Некоторых медиков забирают из больниц, их переводят или в медицинские учреждения поближе к линии фронта, или в военные госпитали такие мобильные для того, чтобы лечить раненых. Раненых действительно огромное количество. Сложная остается ситуация в Белогоровке. Окупанты ведут огонь по всем освобожденным населенным пунктам. Больше всего досталось Макеевке. Жители призывают покинуть село. Этим утром были эвакуированы 15 человек. По ту сторону линии фронта, в полностью уничтоженной Попасной, оккупанты приняли заявление о компенсации за разрушенное жилье только у десятерых человек. У остальных мирных жителей нет даже надежды на восстановление домов. В то же время десятки пожилых людей вывозят из Севера Донецка, их депортируют в интернаты так называемой ЛНР. Только на зимний период или навсегда оккупанты не уточняют. Также неясны условия. Россияне забирают людей разного пенсионного возраста и даже тех, чье жилье уцелело. Только за неделю из города вывезли 22 человека. Все на сегодня, но продолжим информировать вас в нашем телеграм-канале «Дежурный по Донбассу». А если нравятся такие сводки, как это, то их выпускаем ежедневно тут, на YouTube. Подписывайтесь, чтобы не пропускать. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok